Скорее всего, этот ролик будет называться «Одна из причин, почему в России никогда не будет так, как в Европе» или «Русской Православной Церкви необходима реформация». Один из подписчиков меня попросил рассказать об реформации, и тем более сегодня празднуется Большой Праздник, День Реформации во всех протестантских странах, в том числе и в Германии, и поэтому грех об этом не рассказать. Это очень обширный вопрос, минимум на 10 роликов. Я попытаюсь донести свою мысль, которую высказываю не только я, но и многие другие, что благосостояние стран напрямую зависит от господствующей в этой стране религии. Итак, ближе к делу. Три самые крупные религии, которые нам известны – это ислам, христианство и иудаизм – это религии одного корня, так называемые религии книги. В основе всех трех религий находится книга «Свод священных законов». Ее авторитет, естественно, считается непререкаемым. Если кто-то до сих пор не знает, то Библия, которую вы имеете, разделена на две части, она состоит из Старого и Нового Завета. Старый Завет – это не что иное, как прямой, точный перевод Танаха или Туры. Тура включает в себя Пятикнижья Моисея, а вместе с посланиями и малыми пророками они образуют Танах. Так вот, Ветхий или Старый Завет – это прямой перевод иудейских книг. Новый Завет или так называемая Евангелия состоит из писаний апостолов, непосредственных учеников Иешуа или, как его стали называть в европейских странах, Иисусом Христом. Конечно, Пальма Первенства в этом случае отдается католикам. Почему? Потому что они непосредственные наследники по прямой линии. Всем известный Ватиканский собор хранит себе в своем сердце могилу святого Петра. По крайней мере, они так говорят, что там непосредственно находятся его останки. С момента гибели самого близкого апостола Иисуса Христа ведет свое летоисчисление католическая церковь. Русская православная церковь, если серьезно говорить, не что иное, как секта, отделившаяся когда-то от основного дерева католицизма. Очень много лет, в средние века, естественно, католицизм был самой мощной религиозной силой в Европе. Трудно было сказать, кто обладал большей властью – монархи либо священнослужители. Они устанавливали законы, они могли диктовать даже королям. Долгое время простые люди не имели никакого доступа к священным писаниям. Они должны были всего лишь приходить в церковь, совершать определенные обряды, делать то, что им говорили священники или монахи. Приблизительно то же самое, что происходит до сих пор в православных церквях. Человек приходит, если эта женщина ее заставляет одеть в платок, если это мужчина, наоборот, снять головной убор. Им говорят, какую свечку нужно купить, в какое место ее поставить, множество раз перекреститься, повторить какие-то заученные фразы. На этом считается, что все церковные обряды совершены, необходимо праздновать православные праздники и все, ты считаешься христианином. Приблизительно тот же самый подход был когда-то в католических странах. Люди понятия не имели, что на самом деле стоит в священных писаниях и особо этим не интересовались. Дошло до того, что католическая церковь стала продавать индульгенции, то есть ты мог купить себе место в раю, заплатив заранее здесь при жизни деньги, что, конечно, полностью противоречило тому, что стоит в Библии. Но так как Библии не были переведены, а все они были на латинском, либо непосредственно на арамейских языках, никто Библию, кроме священнослужителей, читать не мог. И вот в 1517 году, ровно 500 лет тому назад, появился такой человек, как Мартин Лютер. Это был монах, изучавший священное писание. Он был дотошный человек, и работая со священными текстами, он нашел множество разногласий с тем, что говорила в тот момент католическая церковь. Выписав все эти вопросы, он обратился к эпископу, но тот проигнорировал его обращение, решил, что это какой-то сумасшедший монах, и на него не стоит обращать внимания. И тогда, 31 октября 1517 года, Мартин Лютер вышел и прибил к воротам Виттенбергского собора все свои вопросы. Ровным счетом их было 95. Конечно, в те времена это была революционная мысль. Оказывается, священнослужители скрывают то, что стоит в священных писаниях. И, естественно, за Мартином Лютером поселены люди, появились вопросы, образовались группы катехизиса, когда стали выпускать небольшие брошюры, где в доступной форме стали доносить священные тексты. Люди заинтересовались непосредственно самой Библией и решили, что хотят сами ее читать. Мартина Лютера преследовали, но это ему не помешало перевести Библию на немецкий язык, и таким образом Германия получила первая возможность читать священные тексты на понятном и доступном языке. Дальше за Германией потянулась Англия, и всего несколько лет спустя английская церковь полностью отделилась от католицизма и провозгласила свою собственную англиканскую церковь, полностью считающуюся протестантской. Люди, настроенные на протест против католической церкви, стали называться протестантами или евангеликами, или, как я помню, их называли раньше лютеране. Как бы они ни назывались, они образовали большие группы и не хотели больше иметь ничего общего с католической церковью. Само собой, католическая церковь начала бороться с протестантами. Это привело к массовым убийствам. Знаменитая Варфоломеевская ночь, когда в одну ночь было вырезано несколько тысяч человек во Франции, через много лет сопротивления, Папа Римский был вынужден признать лютеранское движение официально одной из ветвью христианской религии. Нужно сказать, что все эти события происходили через 30 с небольшим лет после открытия Америки. Естественно, когда в Европе так притесняли протестантов, все они двинулись в сторону нового американского континента. Большая часть протестантов в тот момент переместилась на американский континент. И до сих пор в США 95% христиан считают себя протестантами. К ним относятся баптисты, менониты, мормоны, евангелисты, пятидесятники, свидетели Иеговы, харизматы, все те, кто основывают свою религию на изучении священного писания. Самое большое отличие протестантов от католиков в том, что протестанты сами читают священные тексты. Протестантским священником может стать любой человек из собрания, кто готов взять на себя эту обязанность. Для того, чтобы быть протестантским священником, не обязательно совершать никакие таинства или получать специальное образование. Протестантские церкви очень простые. В них нет золота, в них нет никаких икон и минимальное количество священников. Самое главное, для чего собираются протестанты, это для дискуссии, для изучения священного текста и для общения друг с другом. Они считают, что для того, чтобы быть связанным с Богом, совсем не обязательно строить огромные громоздкие церкви. Самое главное, что прочитали протестанты, изучая священные тексты, и это краеугольный камень, «То, что быть богатым – хорошо, быть богатым – не зазорно, Бог хочет видеть счастливых и богатых людей». Эту мысль, нужно сказать, иудеи прочитали еще за две тысячи лет до протестантов. И все, чем занимались иудеи – это просвещение и стремление к богатству. Не случайно именно иудеи во все времена были самыми образованными людьми. Они были основателями первых банков, в том числе первыми знаменитыми архитекторами, первыми композиторами, творческими активными людьми, в какой бы стране они ни жили, именно потому, что с самого детства прямой обязанностью каждого еврея считалось изучение священных текстов. У православных до сих пор службы проходят на непонятном старославянском языке. Если вы спросите верующих православных, то, как правило, они скажут, что Библию либо вообще не читали, либо не понимают, для чего это делать. Достаточно сходить в церковь, и ты считай христианин. Место в раю тебе обеспечено. А теперь давайте посмотрим на карту мира. Самая богатая и развитая страна на данный момент – Соединенные Штаты. Там, как я уже сказал, 95% протестантов. Вторая мощная и богатая страна, несмотря на свои размеры, прекрасно развивающаяся – это Израиль. И в Америке, и в Израиле одинаковое отношение к религии. И там, и там в основе религии лежит непосредственное изучение священных текстов, развитие творческих способностей у людей и понимание того, что быть богатым и счастливым, не зазорно. В европейских странах, где две религии – католическая и протестантская – дела тоже идут неплохо. Это Германия, Франция, естественно, Англия, Бельгия, Голландия, скандинавские страны. Страны, где оставили только католицизм – дела идут похуже. Это Испания, Италия, Португалия, вся Южная Америка, Мексика, Боливия, Чили и прочие. Но и страны, исповедующие только православную религию или так называемые ортодоксальные страны, в них дела идут совсем плохо. В Европе это Болгария, Греция, дальше Армения, Грузия, Украина и Россия. Очень многие заметили, что в этом действительно что-то есть. В наше время религия уже не играет такой роли, но в средние века именно люди, исповедующие протестантскую религию, активно занимались образованием и просвещением. Они и добились самых лучших результатов. Мартин Лютер не только реформировал церковь, а он научил людей быть творческими и богатыми, и, благодаря его 95 тезисам, люди поняли, что быть бедным и ущербным, как требовала эта католическая церковь, или, как до сих пор говорит православная церковь, это совсем не то, что стоит в священных писаниях. Православная церковь, конечно, тоже нуждается в реформации, но, скорее всего, этого не будет. А если и случится, то будет активное сопротивление непосредственно в самой церкви, точно так же, как католицизм в свое время сопротивлялся протестантизму, другими словами, просвещению.